Дамы и господа, добрый день. Центр инвесторов Кельфинанс приветствует вас на нашем брифинге, посвященном срочному рынку. Меня зовут Архипов Андрей, со мной вы, как обычно, обсуждаете стратегии на фитчерсах и опционах. Сегодня подводим итоги истории волатильной недели. Я думаю, что вы это все заметили. Немного перефразивая известный поговорок, то можно сказать, что начали за упокой, а, в общем-то, как-то заканчиваем на относительный положительный, они, как вы прекрасно понимаете, могут значительным образом сказаться на динамике сегодня. Поэтому я думаю, что в текущей ситуации нам всем следствием готовиться к такому варианту развития совкой, а начало дня у нас может смениться, в общем-то, снижением рынка и завершением его и дня, и недель в красной зоне. Поэтому сегодня мы посмотрим, как можно покупать влачность на таких условиях. Я думаю, что по пятницам это у нас станет чуть ли не любимой стратегии, да, очень часто применяю ее сам. И, в принципе, как раз до конца, в течение нескольких дней или недели, а именно до конца, до конца дня. Так, товарищи, давайте посмотрим, что сейчас на рынке, подведем небольшие итоги нашей торговой недели. Посмотрим, что у нас. Ну, да, как мы видим, по итогам недели у нас пока все выведено в плюс. Ну, плюс такой, чисто символический, конечно, все по нулям. Объем открытых позиций по опционным контрактам у нас, как обычно, достаточно на высоком уровне на рыночном дне, да, то есть по тем же октябрьским путам. Видим, что 2-125. Большие объемы захиджированных позиций открыты. Ну, и по колам, это, соответственно, где-то 160, но по продажу колов на 160, 155, 170. Мы с вами, по-моему, уже говорили, я думаю, что с приближением уже экспирации через практически неделю у нас, те, кто покупал колы, будут, точнее, продавал колы вне денег, так и останутся вне денег, сомневаюсь, что что-то изменится настолько кардинально. Ну, и, в общем, можем рассчитывать на прибыль. Те, кто покупал колы позавчера, тоже в этом накладе пока еще не остались. Тем не менее, нужно заботиться тем, что в последнее время до экспирации у нас наибольшим образом формируется временный распад и, скажем так, темпы роста базовых активов фьючерсов могут не компенсировать по опционам. Поэтому, граждане, будьте убедительны и внимательно относитесь к купленным колам. Я думаю, что вы видели объемы торгов у нас на рынке, были на высоком уровне, активно как покупали, так и продавали. Вполне возможно, сегодня ситуация у нас как-то еще подпорится, поэтому давайте посмотрим. Так, во-первых, по волатильности. Ну, волатильность у нас, да, на уровень 55 пунктов вернулась. В принципе, под тоже покупка опционов, очень под покупку волатильности вполне неплохой уровень, если мы ориентируемся на рост, по упрощению, на увеличение волатильности. Скорее, это будет падение, да. Между прочим, по волатильности, не то что характерно, такой тоже факт отличительный, волатильность у нас с начала недели упала больше, чем выросли фьючерсы и, собственно, сам базовый актив, индекс РТС, на, ну, с начала недели. Соответственно, это может служить определенным сигналом на то, что быки у нас возвращаются обратно на рынок и в скором времени будет шанс сформировать портфель. Так, товарищи, давайте все-таки тогда вернемся к стратегии, посмотрим на покупку волатильности, что нам это будет нести сегодня. Значит, наиболее актуальна покупка, на мой взгляд, сейчас как раз 130-х колов-путов. Поскольку базовый актив у нас находится примерно на этом уровне, не нужно никакие коррекции делать, все очень-очень симметрично, поэтому, если мы купим 130-х колов-путов, там 130-х путы, у нас будет вот такой вот сложенный стрэдл, где мы будем получать прибыль за счет ее роста или падения цены базового актива. Если цена базового актива будет падать, это как бы не цинично не звучало, это для нас лучше, потому что с падением цены у нас идет прибыль не только за счет падения цены базового актива, но и за счет роста волатильности. То есть тут влияет два фактора. И, например, при росте у нас прибыль будет накапливаться не такими темпами. Тем не менее, следует заметить, что до конца дня лучше держать такую позицию, потому что очень высокие темпы временного распада. И если вы задержитесь в этой связке слишком на долгий срок, то прибыль вся ваша может в прямом смысле растаять. Вот что на сегодня можно, опционный рынок, на мой личный взгляд, может вам предложить. Не забывайте, что все, что я говорю, это лично мое мнение. Можете использовать, можете не использовать. То есть вся ответственность за принятие инвестиционных решений лежит целиком и полностью на вас. Итак, сегодня после меня в 12.00, как обычно, брифинг фреш, 17.00, 5 o'clock и по голубым фишкам уже после выхода новостей, ближе к завершении дня, вставки деланным, поговорим про наш высоколиквид, про нашу голубизну. Запись этого брифинга вы можете увидеть на нашей ленте в YouTube, YouTube.combroker.com.brkf, а также на нашем сайте в разделе записи. Если есть какие-то вопросы, пишите, звоните, контакты все, вы видите у себя на экранах. Спасибо за то, что были с нами, хотел бы с вами пообщаться. Всего хорошего, удачных торгов, берегите себя. До свидания, до понедельника. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!